Добрый вечер. Я Алексей Чергеев. В эфире 14-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Валдай. Давным-давно по берегу Валдайского озера гнали из Центральной России к Новгороду горт из скота, а потому здесь была устроена таможня для сбора пошлины. Постепенно возникло поселение. Впервые оно упоминается в летописи под 1495 год. Легенда утверждает, что в один из походов на Новгород его выжег Иван Грозный. В 1611 году поселение разорили шведы. При Алексея Михайловича сюда выслали пленных поляков. Поселились здесь и две семьи Асташи, выходцев из Асташкова. Постепенно поселок разрос и настолько, что составил отдельную слободу. По озеру поселение получило и название – Валдай. Принадлежало оно дворцовому ведомству, но в 1654 году по просьбе патриарха Никона его передали Иверскому Богородицкому монастырю, который владел поселением 110 лет. В ходе секуляризации церковных земель Валдай перешел к Олегии экономии. Еще через шесть лет, в 1770 году, селение получило статус города. В 1772 году его приписали к новгородской губернии. На месте бывшей таможни возвели деревянный дворец, позднее превращенный в богодельню. При четырехтысячном населении в городе было более 600 домов, десяток магазинов-складов, сотни лавок, шесть церквей до часовни. К купеческому сословию приписан каждый шестой горожанин. Они вели скромную торговлю хлебом, деревянной посудой и солью. Из десятка заводов известность получили колокольные. Общее их производство оценивалось невысоко – 8 тысяч – рублей. Но слава валдайских ямских колокольчиков гремела по всей России. Их производством занимались и ремесленники-кузнецы. И конечно же, всякий владелец пары или тройки лошадей не мог отказать себе в удовольствие повесить на дугу серебряного звона валдайский колокольчик. Много было в городе и ремесленников, умевших печь знатные крендели и бараньки. Валдайские мастерицы славились художеством своих строчи вышитых изделий. Умельцы жили в этом городе. И они заботились о подрастающем поколении. В городе было два училища – уездное и приходское, воспитательный дом для сирот. Однако проведение железной дороги, связавшей Псков и Балога, способствовало не росту города, а его упадку. В конце 19 века в Валдай оставался один колокольный завод с производством в 1500 рублей в год при трех рабочих. Число жителей увеличилось до 4500 человек. Церквей осталось только две. Город заметно беднел. Его подъем наметился в 1930-е ГГ, но Великая Отечественная война прервала развитие города. В 1940-е ГГ. Здесь работала мебельная фабрика, готовились специалисты для села, педагоги, медицинские сестры. В Валдай находилась областная школа руководящих колхозных кадров. В современном Валдай насчитывается около 20 тысяч жителей. Он сохранил традиции мастеровых прошлого. Здесь расположен механический завод, изготовляющий заточные станки и насосы, металлоизделий, авторемонтный. Построена в городе трикотажная фабрика. Продукцию сельского хозяйства районы перерабатывают плодоовощные и молочные заводы. Работает и рыбокомбинат, но рыбаки-промысловики и любители сетуют на убыль рыбы в когда-то богатом ей озере. Валдай – это город, и озеро, и возвышенность, давно ставшая излюбленным местом туристского отдыха. Историю Валдая бережно хранит Краеведческий музей. Герб Валдая. Щит расеченный. В правом поле, покрытом горностаевым мехом, золотая императорская корона. В левом серебряном поле зеленая гора. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.